Всем привет и добро пожаловать снова на мой канал. Я знаю, что подписчиков у меня немного и вряд ли многие это посмотрят, но, возможно, это просто видео, которое я снимаю для себя, просто когда-нибудь потом посмотреть. И, в общем-то, не будем об этом сейчас рассуждать долго. А сегодня я хотела бы просто поделиться с людьми теми продуктами, которые я использую для ухода за своей кожей, в принципе, рук, ног и всего тела, и, в частности, лица. И, пожалуй, начнём мы с лица. Первый продукт, важный. Первый продукт, это мицеллярная вода от Garnier. Значит, скажу так честно, ещё год назад я, в принципе, не пользовалась мицеллярной водой. Вы там сейчас можете ужаснуться. И, в общем-то, я вообще ничего не использовала для того, чтобы смывать свой макияж. Я его смывала водой. Потом я сходила к одному косметологу. Я и до этого ходила к одному косметологу, но потом год назад я пошла к другому, и этот косметолог мне сказала, что... Как так? Как так не пользоваться мицеллярной водой для снятия макияжа? Она была в шоке, когда ей сказала, что я смываю макияж водой. И она мне сказала купить мицеллярную воду и смывать макияж ею. Она мне посоветовала какие-то другие, более лечебные мицеллярные воды. Но я решила начать с Garnier. И это мой второй флакончик по 400 мл. Первый у меня был такой золотистый с маслом. Двухфазовый, скажем так. Он мешался там, взбалтывался. И, как бы, честно сказать, он мне нравился гораздо больше, чем этот обычный зелененький. С чем он тут? Три в одном. Для нормальной и смешанной кожи. Не знаю, с чем он тут. Ну, в общем-то, с маслом мне понравился гораздо больше. Но этот тоже, в принципе, неплохой. Тем более, он скоро у меня закончится. Но, как вы скоро знаете, этой бутылочки хватает где-то, мне кажется, месяцев так на 6. Может, меньше. Но на достаточно очень долгий период. В общем-то, я хочу попробовать какую-то новую милицеллярную воду от другой фирмы, от другого производителя. Пока что не знаю, какой. Если у вас есть какие-то рекомендации, пишите. Итак. Смыли макияж, скажем так. Второй шаг. Это гель. Или, в данном случае, это крем для умывания. Что я могу сказать тоже по поводу кремов? Знаете, буквально недели-полторы назад у меня закончился похожий из такой же фирмы. Эта фирма называется Isana. Она немецкая. Так вот, буквально полторы недели назад у меня закончился такой же, но не такой же. Другой у меня был зелененький гель для умывания. Я им обычно умываюсь утром, вечером, когда принимаю душ. И утром, и вечером стараюсь как бы, потому что вечером после снятия макияжа мицеллярной водой нужно все-таки еще очистить кожу, потому что не все смывается. Ну и, в общем-то, пока у меня... Я что-то неделю сделала перерыв. Как-то не доходили у меня руки купить новый себе гель для умывания, и за это время моя кожа так как бы мне напомнила и сказала, хей, ты думаешь обо мне вообще заботиться или нет? Потому что начали появляться какие-то прыщики и все такое. В общем-то, поэтому буквально дня три назад я пошла и купила новый. И это уже крем, потому что там не было геля. Мне нравится, в принципе, эта фирма. Она достаточно неплохая и не очень дорогая. В общем-то, это крем для мытья лица, для жирной и проблемной кожи с цинком и салициловой кислотой. Антибактериальный. В принципе, пока что мне нравится. Ничего плохого сказать не могу. Итак, следующий шаг это у нас... В общем-то, я очень люблю маски для лица. Для меня просто день релакса или вечер релакса. Это вот умыться, как бы очистить свое лицо, нанести какую-то масочку и кайфовать. Кайфовать. В общем-то, одна из последних масок, она уже у меня заканчивается, но это был такой маленький флакончик 50 мл всего лишь от фирмы, которая называется Suraya. Польская. Я не знаю, просто. В общем-то, я купила это в середине января. Это маска с активным углем в составе 5 фруктовых кислот. Для смешанной жирной кожи глубоко очищающая маска. В общем-то, она такого черного цвета. Тут, наверное, тут все как бы засохло. Не увидите, но... Короче, она черная такая, черная-черная. Знаете, как если вы пользовались глиняной маской, то, в принципе, практически то же самое. Наносишь на кожу не очень толстым слоем, таким средним, и ждешь, пока высохнет, а потом смываешь. Применять ее где-то 2 раза в неделю. Я где-то так и делаю. В принципе, мне очень нравится эта маска, и ее стоимость была вообще достаточно недорогой. Поэтому, как бы, я считаю, что она крайне доступна, этого флакончика. Вот я говорю, как бы, на примерно 2 раза в неделю у меня хватило. Еще тут на один раз точно есть. Ну, вот сейчас конец февраля, полтора месяца точно. Поэтому, смело, если найдете, покупайте. И, в принципе, мне кажется, что сейчас очень популярны маски и разные продукции, разные для кожи лица с активированным углем. Не то, чтобы с активированным углем. Не знаю, как это правильно сказать, но, в общем-то, с углем. Черные такие все. Это сейчас очень популярно, и мне кажется, это очень действенно, потому что мне очень нравится, как после этого моя кожа выглядит точно чище. 100%. Что у нас дальше? Дальше у меня вот такая маска. И тут не написано нигде. Вот только здесь написано. И, конечно же, ничего не видно, но это L'Oreal. Это новая маска. Ну, как новая? Мне кажется, они вышли пару месяцев назад. Там просто были, помню, розовые, зеленые и, скорее всего, серые. Ну, в общем-то, эту маску мне подарили на день рождения. Она такая зеленая, густая. Сейчас покажу. Видите? Ну, так, конечно, может, и не видно, что она зеленая, но она зеленая. Пахнет она, конечно, не яблочками, а травами, скорее, какими-то. Но классная упаковка. Мне очень нравится стекло. И тут такой очень красивый перламутровый зеленый цвет. В общем-то, я зеленый цвет люблю, поэтому мне все зелененькое очень нравится. Так вот, это очищающая, матирующая маска. Тоже где-то два раза в неделю. Лучше использовать. И я пользуюсь ей две недели. В принципе, как бы прям огромного вау результата и эффекта. Я не вижу, что моя кожа стала чистой, шелковистой. Такой более матовой. Нет, но мне очень даже нравится. Потому что, знаете, ну, еще ее точно долго хватит, потому что я ее использовала уже раза четыре. Тут еще, наверное, раз на десять хватит. Поэтому отлично. Но она, скорее всего, более дорогая. Но зато доступна в Украине должна быть. Не знаю, сколько она стоит, честно, даже как-то и не смотрел. Но мне кажется, что-то в районе 150 гривен будет стоить в Украине. Не знаю, проверьте, напишите, если знаете. Но мне нравится. Итак, что же дальше? После того, как мы очистили кожу масками и всем-всем-всем, переходим к следующему шагу. У меня есть такая жидкость, лечебная. Как это по-русски будет? Череда. Наверное, так и будет. Это водный экстракт с череды. Я, в общем-то, развожу один-двум этот экстракт с водой и протираю лицо. От всяких прыщиков, всякого, короче, всякой всячины, которая может вылезти случайно у вас на лице. В общем-то, я стараюсь протирать после очищения кожи вот такой вот штучкой. Я думаю, это можно купить в аптеке. Ничего сложного в этом не будет. Доступа. Я не думаю, что будет тяжелый доступ к этому всему. Следующее. После очищения таким тоником с чередой, не знаю, как это по-русски, черт. Если знаете, пишите. Я тоже купила вместе с маской черной, которая с углем. В один день я купила себе, кстати, там не было фирмы. Такую вот штуку из фирмы Zaya. Это польская фирма. Очень тут популярная и не очень дорогая. Это серум. Так по-русски? Не знаю. Возможно. Надеюсь, вы меня поймете. В общем-то, оно... Оно безумно приятно пахнет. Я просто схожу с ума от этого запаха. И у этого серума такой, знаете, текстура, как у гельтика. Но он не такой не тянучий, не тягучий. А такой нежный. Он впитывается в кожу просто буквально за 3 секунды. Я даже стала его использовать как базу под макияж. Потому что здесь написано, что можно вроде. Сейчас. Да. Написано, что можно использовать как базу. Ну, не как базу, а просто перед тем, как наносить макияж. Потому что я обычно перед тем, как наносить макияж, тональные кремы и все остальное, использую какой-то крем. Перед этим у меня был один. Он очень жирный. И долго впитывается. И как-то, знаете, такое чувство тяжести на лице. А это просто шикардос. Он с ягодами асаи. Я его использую чаще всего, вот именно вечером перед сном, после тоника. Но и иногда перед тем, как наносить макияж. Это вот вообще отличная штука. Прям советую. Вторую штуку обязательно себе куплю. Тут 50 мл. Я уже использую его полтора месяца. Но тут еще точно половина, как минимум, есть. Поэтому отличная вещь. За свои деньги он стоил что-то, знаете, в районе... Сейчас подумаю. Как это? 5-6 злотых на 8. Ну, в общем-то, гривен 50 примерно на украинские деньги. Очень доступно. Я считаю. Ну и, в общем-то, с лицом это, пожалуй, все было бы. Именно из таких конкретных. Ну, а дальше тело. Главный мой помощник. Вон, использовала уже полбанки. Потому что, как бы, это крем для тела. С маслом зародышей пшеницы и с экстрактом... Что это за ягода такая? Как же это по-русски будет? Типа, как клубника маленькая, только в лесу растет. Не знаю, как это будет по-русски. По-украински это сунетя. В общем-то. Значит, это углажняющий крем для тела. Он пахнет офигенски. Он пахнет, а я люблю, когда все пахнет очень вкусно. Особенно кремчики, масочки и все. Это просто... Не знаю, для меня это такой релакс. Я когда выдыхаю эти запахи, которые мажу на себя, мне просто расслабляюсь и кайфую. В общем-то, он мне очень нравится. Это мой спасатель. Почему? Потому что у меня, в принципе, практически никогда не бывают сухие руки. Ну, в том смысле, что, знаете, у людей зимой руки сохнут, начинают как-то шелушиться, трескаться, как-то неприятная кожа становится на руках. У меня, в принципе, такого никогда не бывает. Я такого не помню. Но часто слышу об этой проблеме у всех остальных. Моя подруга постоянно жалуется мне по этому поводу. Вот уже практически три месяца она себе накупала разных кремов, всеми мажется, и причем одновременно иногда, но ничего ей как-то сильно не помогает. У меня кожа рук очень мягкая. Это при том, что я за эту зиму я ни разу не одела перчатки. Это так, на секундочку. И как бы, ну, вечер есть сильный, у нас морозы тоже иногда бывают. Но кожа у меня на руках мягкая, и я ни разу это слышала от окружающих людей, которые трогают меня за руку и говорят, у тебя такая мягкая кожа, как у младенца. Хоть что-то, хоть что-то, как у младенца. Это, короче, в общем-то, очень приятно такое слышать. Ну так, это кремчик. Я вообще советую всем мазать все свое тело кремами. Я мажу все тело, потому что это крем для тела. Хотя я бываю такая ленивая, и знаете, я только недавно так увлеклась этим всем и начала прям мазаться-мазаться. А до этого я делала это редко, сейчас я делаю это чаще, я хотела бы делать это, конечно же, каждый день, но иногда я просто забываю об этом. Поэтому стараюсь, как могу. Фирма украинская, Шанталь. Доступна в Украине, можете купить. Никаких проблем у вас с этим не будет. И цена, я не знаю какая, но 100% очень доступная. И последнее. Это масло. От фирмы Белинда. И, конечно же, боже, как оно пахнет. Кокосовое масло. Для тела. Жидкое. Взбалтываешь, пшикаешь, растираешь. Пахнет просто невероятно. Можно подумать, что ты залез на кокосовую пальму и жуешь кокосы. В тот момент, когда пшикаешь это на себя. Он с органическим маслом кокоса. Я говорю. Пахнет просто волшебно. Ну, для тех, кто любит кокос. Вот. Оно стоило... Я, кстати, не знаю, доступна ли эта фирма в Украине, но в Польше она очень популярна. Белинда. Здесь 150 мл. Я думаю, хватит его надолго мне. Потому что, видите... Вот стойка. Израсходовала я это. При том, что я сегодня кремчиком, завтра маслечком. Потому что одновременно всем напшикаться и на масло. Это была бы сумасшедшая идея. Вот. Ну, и что бы я хотела сказать. В последнее время просто я очень увлеклась вот этим вот всем пшиканьем, мазанием. В общем-то, уходом за собой. Ищу новые продукты какие-то. Я очень хочу купить себе в скором времени некоторые, скажем так... Я бы не назвала их люксовыми, но более дорогие уходовые средства. Это фирма Origins. Она, по-моему, американская. Если я не ошибаюсь. Ну, в общем-то, как-то мне в Сифоре дали пробник крема для... Увлажняющего крема для лица. И, честно, я просто... Я влюбилась в него. И влюбилась в него не только я, еще моя сестра. Потому что она, когда попробовала, тоже сказала, вау, блин, офигеть, он такой классный. Но он очень дорогой, как бы. Поэтому... Поэтому я еще себе его не купила. Но очень скоро уже куплю. Потому что... Нужно ставить цель и идти к ней. Это 100%. Вот, в общем-то. И что еще хотела сказать. Все это важно. Мазаться кремами, увлажнять свою кожу. Особенно сейчас, зимой. И буквально через 3 дня, конечно, весна. Я все понимаю. Но наша кожа сейчас очень страдает. Потому что ей не хватает витаминов. Поэтому, пожалуйста, кушайте больше овощей. И фруктов, конечно же. Но побольше овощей. Старайтесь. И не в смысле картошечки. А в смысле капустки. Спаржевую фасольку. Брокколи. Цветная капуста. В общем-то, все это очень классно. Чтобы не было никакого авитаминоза. Чтобы ни у кого не сохли ручки. А были нежные, как у младенца. И витамины. Это важный, очень важный. Важная составляющая нашего рациона. Я пью омега-3. Это жирные кислоты. Это натуральный концентрированный рыбий жир. Оно безвкусно. Просто я знаю людей, которые наслышаны о том, что рыбий жир это ужасно, отвратительно, неприятно. Нет, такого нет. В общем-то, просто берешь, пьешь таблетку, запиваешь водой. И нет никаких неприятных ощущений вообще. Это раз. Потому что это очень важно. И два. Это витамины. У меня вот такие вот. из фирмы Амрита. Называются они «Идеальная красота». В общем-то. Тоже. Здесь есть омега-3, 6 и 9. Растительные протеины. Что еще? Фитомеланин и биотин. И, и, и. Здесь есть какой-то. Рибофлавин. Я не знаю. Тут такие. Витамин Е, витамин В12, В6, А, В2, H. Витамин С. В общем-то, тут много всего. Это украинский производитель. Поэтому в Украине можно купить без каких-либо проблем. Поэтому я просто хочу призвать всех вкладывать в себя. Потому что это наше тело, в котором нам жить до конца своих дней. Не хочу, чтобы это звучало грустно. В общем-то, нам жить всю жизнь в этом теле, с этим здоровьем. И лучше заботиться о нем уже сейчас, чем потом, когда начнут появляться какие-то проблемы. Лучше всегда быть готовым к чему-то неожиданному. Поэтому пейте витамины, увлажняйте свою кожу, наслаждайтесь жизнью. И главное, побольше радуйтесь и улыбайтесь. Потому что это тоже влияет на состояние нашего здоровья и нашей кожи. В общем-то, спасибо за просмотр этого видео. И я надеюсь, вам было это интересно и, возможно, чуть-чуть полезно. Пока!